Эй, всем привет! Сегодня мы решили посетить одно из самых глухих мест Калининградской области, поселок Ясное. Он расположен на северо-востоке области, в 136 километрах от Калининграда, прямо на границе с Литвой. Проходит его маршрут вне основных дорог и туристических троп. Говорят, что здесь сохранилась архитектура старого прусского города, дома не тронуты реконструкции. Но на самом деле я смог найти очень мало информации по этому месту, поэтому мы съездим сегодня и посмотрим, как там обстоят дела на самом деле. И погнали! Такая красота встречает нас при въезде в поселок Ясное. Не совсем при въезде, но очень рядом. Не совсем красота. Не совсем красота, и правда. Что там? Что там был магазин? Да, был магазинчик. Вот эта вот лестница на второй. Рядом вот какой-то дом. Даже не один. Смотрите, один уже вот разрушенный. Второй рушится. Вот этот третий более или менее. Какие-то прям бетонные плиты уложены. Здесь вот уже все, конечно, заброшено давным-давно. Ну, давайте вот в этот дом мы заглянем. Судя по всему, это немецкий дом. С какими-то элементами советского декора. Ну, да, подвал был. Даже вовнутрь не пойду, здесь уже все. Посмотрите. Подвал прям такой, вот, смотрите. Подвал. И как будто под подвалом еще что-то было. Здесь вот наверху все уже обвалилось. Кто нас тут встречает? Сгоревшее здание? 100% сгорело. 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 Да, смотри. Какие оленьки. Хорошая, она горела. Белая. Я нагорел. А вот красненькое что за здание? Давайте потом зайдем в красненькое, вот в это. Не знаю, там, где она просто, да. Продолжение следует... Немецкий поселок Каукэмон Здесь вот мы нашли заброшенные дома Ну да, они не очень заброшенные Люди живут здесь Ну вот интересно Вот какие-то немецкие надписи Здесь был целый поселок Да, по-немецки Какие-то вот магазинчики Смотрите, вот немецкие таблички Эмиль Джанс Что-то вот я вижу Б-Трип Какая-то фабрика, что ли Что там, подожди Что, хула Нифига не понятно Вампиры? Да, какие вампиры Там женщина была какая-то с собакой Ну можно спросить будет Смотри, вон между дверью Лена, пойдем-ка зайдем попросим Немецкая вот брусчатка на дороге Ну да, не освещение есть Вот вроде столбы деревянные Еще немецкие, наверное А может наш Вот мы зашли в это помещение Сказали, что это немецкий дом С 1911 года постройки Состояние, конечно, у него плачевное Но здесь живут люди Печка немецкая Вот это Мишка Это на окно, куда мы смотрели Здесь, да, все вот Видно, как уходили Все побросали Печка сразу на две комнаты была Прогревало дом Заселяемся сюда Заселяемся Две рисунки на стенках Обои уже Все расклеенные Смотрите, какая лампа Интересная Смотрите, вот здесь вот был санузел Крыша протекает Уже вот Вся дранка немецкая Все эти потолки мокрые Отвалилась штукатурка Зеркало Вот эта комнатка, наверное, спальня Еще была Какая-то А вот здесь Здесь, наверное, что-то типа Кладулочки было Потолки высокие Смотрите, какие потолки Кажется, метра три с половиной Что вы там обнаружили? Еще такие, да? Потолки высокие? Немецкие всегда потолки Усо-немецкие потолки Я в немецкой квартире живу Там дома Все скипают Можно два человека ходить на другую Здесь можно двух уровней Спальни делать Твердые проемы как бы не шибко большие Тоже все вот Запрошено Все это первый этаж Кружки детские Сапоги Канистра Какая-то запчасть От телефона Похоже Банки Каска Да Вот здесь уже печки вот не было Но она изначально была Но сейчас ее нету Баян Здесь даже обои из газет Вот здесь вот на стене Смотри, как раньше делали От какого года? От 81-го года Смотри Классный рукопионерский отряд Смотри, какие раритетные газеты Пойдем посмотрим еще, что тут есть Вот плитка интересная такая На полу Ольфика Александровна, как вы чувствуете себя в этом месте? Я очень сложно чувствую себя в этом месте Как будто Какой-то тут Очень неприятно Очень неприятно Здесь как будто что-то произошло, что люди просто взяли, кинулись все свои вещи и убежали Мы даже идем вот сейчас по лестнице Она деревянная, но... Деревянная, да Посмотри, тут все двери закрыты, завязаны, замотаны на замки Чтобы сюда просто не входили Что у нас здесь, и другое Здесь вот тоже, да Такая же вот планировка Как бы на две квартиры Одна вот слева, одна справа А может быть, это как общая у них была Неизвестно Стульчики здесь вот кухонка была да а смотри какая печка прям печка печкой я покажу да там что это на балкончик да как будто выход на балкончик красота и вот у других тут тоже балкончики смотря здесь в этой квартире уже сквозная дырка конечно время берет свое потолки рисунки детские какая-то фотка самсунга а Вот гнездо восточки свили. Вид такой, вроде, красивый открывается. Ой, какой телевизор. А что сегодня показывают? Тут у нас что, печка развалилась. Так, ну планировочка разная везде, чуть-чуть отличается. Деревянные полы везде. Немецкий кирпич керамический. Тоже такой вот интересный балкончик. Ты предлагаешь восстановить квартиру и заселиться? Здесь уже всё. Время не щадит. Дерево. Такие квартиры хорошие. Работы не стало. Раньше, вот совхоз был, пожалуйста, вот территория совхоза. Это вот ПМК было, вот тут вот оно. Работа была нормальная. А вы чем живёте? Я работаю в Славске. Здесь же? В Славске. В Славске живёт. А тут одна семья живёт, да, вот там получается? Ну, как бы, три человека, получается, три семьи. Ну, три квартиры занимаем. И как живут они? Ну, так живут. Я квартиру занимаю одну. Тут вот женщина одна занимает квартиру. И там брат его. Всё. 16 квартир получается. Ну, просто смотрю, такие планировки хорошие у квартиры. Ну, да, да. Классные комнаты. Кто умер, кто уехал. И вещи бросают, и всё бросают. Всё бросишь? Уедешь. Понятно. Ладно. Спасибо вам. А вот такой вот приятный домик был когда-то. Люди здесь живут. Но, к сожалению, жильё ветхое. И уже вот силуэты прошлого можно посмотреть. Такой домик прям был элитный. Красивый. Вот туя какая здоровая. Сейчас я туя сниму. Какая здоровая. Наверное, лет по тридцать. Может больше. видишь. Здесь какой-то вот есть парк красивый. Здесь стоит скульптура Ленина. Смотрите, какой Ленин. Парк очень такой красивый, с фонарями. Напротив кирхи немецкой. Вот она прячется за деревьями. Во второй половине 14 века на территории современного посёлка Ясное рыцари Тевтонского ордена построили небольшой замок Калкэма. Название Калкэммэн происходит от речки Калка, впадавшей в реку Матросовка. В 1661 году Калкэммэн получил статус города. К началу 20 века Калкэммэн был самым крупным населённым пунктом округа Эльхнидерунг. В 1904-1905 годах из Инстербурга в Калкэммэн прошла узкоколейная железная дорога, разобранная после окончания Второй мировой войны. В 1905 году в городе был построен газовый завод. После окончания Первой мировой войны в городе появилось электричество. К 1924 году было электрифицировано порядка 95% домов. В 1930-е годы на Тензиттерштрассе был открыт кинотеатр на 600 мест. В 1938 году Калкэммэн был переименован в Кукернейзе. А в 1939 году в городе проживало порядка 4492 человек. 12 октября 1944 года в связи с приближением Красной Армии районное руководство подписало указ об эвакуации гражданского населения. Жителей по железной дороге отправили в Саксонию. 15 октября 1944 года город Кукернейзе подвергся артиллерийскому обстрелу. Первый же снаряд попал в находящийся возле кирхи памятник немецким солдатам, павшим в Первую мировую войну. 20 января 1945 года Кукернейзе был занят воинами 43-й армии. В 1946 году Кукернейзе был переименован в поселок Ясное, потеряв при этом статус города. В сентябре 1946 года в Ясно был организован концлагерь номер 10 для немецких военнопленных, в котором задержалось около 300 человек. Сейчас в Ясно проживает менее 1500 человек. Большое число старых немецких построек разобрано на кирпич. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok